Московская кондитерская, проспект Карла Маркса, 70. Первый хозяин усадебного места, купец Яков Дьячков-Тарасов, возвел двухэтажный дом и открыл торговую лавку. В здании располагалось областное управление, затем комиссия по снабжению войск. Со временем здесь открыли заезжий двор. В 1858 году ясаул Донского войска Павел Полушкин купил место и продолжил использовать его как заезжий двор, теперь прозванный ясауловским. Затем усадьба несколько раз перепродавалась, пока хозяином не стал московский кондитер Николай Челединов. Он объединил два дома, оставив между ними узкий проход на уровне первого этажа. В одной части дома он устроил пекарню, а в другой открыл московскую кондитерскую. Челединовские торты были отмечены большой серебряной медалью на Всемирной выставке в Риме. Макет этой медали украшал витрину, а оттиски с нее красовались на коробках и щитах кондитерской. За столиками с венскими стульями можно было отведать наряду с соками местных заводов какао и кофе лучших фирм Европы и Америки, халву, конфеты местных московских фабрик. Все это можно было заказать по телефону. В 1914 году Челединов продал усадьбу своему ученику Федору Дроздову. Тот вместе с братом открыл здесь кондитерскую фабрику «Флора». Изготовленная братьями карамель Дроздовка получила большую золотую медаль на международной выставке в Париже. Фабрика «Флора» стала образцом содружества предпринимателей и наемных рабочих. В советские годы усадьбу превратили в коммуналку, а на месте кондитерской расположился типографский цех газеты «Орджоникидзовская правда», а затем магазины.